Вообще, в целом, этот препарат хорошо показывает себя в принципе в циклах сушки. Это его основная цель, да? Почему? Нет, везде как хорошо показывает. И на наборе. Смотрите, я заметил по себе, что я вот когда первый раз гормон роста начал принимать, у меня очень сильно стрельнуло масса. То есть я начал мышцы хорошо набирать. Но я перед этим сдал такой анализ, как инсулиноподобный фактор роста и ФР1, саматоминдин С. Ну, кто закончил, тоже сдать, чтобы знали. У меня он был при норме от 70 до 250 или до 300, у меня был 90. То есть это мой природный уровень инсулиноподобного фактора роста. Я гормон роста еще никогда не принимал. То есть я думаю, что в таких случаях гормон роста, в принципе, людям он даже показан, чтобы хотя бы поднять этот уровень инсулиноподобного фактора роста хотя бы до 200, до 300, чтобы и по бочке с него не слопотать, и получить максимально рост. Потому что, насколько я понимаю, и ФР1 влияет напрямую именно на то, как ты набираешь мышечную массу. Это же один из анаболических. То есть в моем случае гормон роста, он мне был показан. Но я часто у подопечных тоже смотрю анализы, и у некоторых уже без приема у них уже под 300 этот инсулиноподобный фактор роста, чтобы вы понимали, что в принципе не всем он показан, и возможно, вы и без него будете хорошо расти. Но вообще препарат, как для набора массы, ну смотрите, он же и сахар поднимает, а мы же как бы и питаемся много. То есть это же как бы не слишком. А это, Саня, ты делаешь инъекцию раз в день. Когда ты работаешь на массу, ну, в принципе, я заметил, что лучше инъекционно делать раз в день. С утра натощак, когда сахар самый низкий. То есть он работает несколько, 3-4 часа так, чтобы полную. Если его делать внутримышечно. Вот. А почему мы делаем внутримышечно? Чтобы он быстрее включался. И, короче, по силе своей он будет работать сильнее, но по протяженности будет короче. По сути, это как уколоть пропионат, а не фенилпропионат. Сюда, короче, это фенилпропионат, сюда пропионат. Ну, мышцы. Я понял. То есть получается пик выше и работает меньше. Короче, да. Вот это я хотел, кстати, говорить в вопрос. С взлез ты получил 3-4 часа, все. То есть раньше я ставил гормон. И дальше у тебя уже и по еде ты сможешь, если у тебя притупляет чуть голод, знаешь, чувство такого, что не хочется кушать, да и потом покушаю. Есть такое на гормонии роста. Это уже угнетает поджелудочную. Получается, мы хуже перевариваем пищу. Ну, короче. То есть получается, что если мы на наборе активно, обильно питаемся, то желательно мы ставим гормон роста, как Сергей Духота сказал, внутримышечный. Получается, мы пик получаем на самой тренировке. И получается, мы негативных факторов, да, у нас по сути сахар как бы и так низкий на тренировке. И получается, что мы мышцы закачиваем на тренировке и максимально нагоняем туда всех гормонов, которые у нас есть в данный момент. В принципе, можно ставить таким же макаром после тренировки. Но именно сама трапеза, тащить его через горы там или через жару гормон роста, ну, где-то шприцель, ну, как бы не сильно хорошо. Все, что он там доедет, загорит, не загорит, и какого качества вообще, то бишь, сколько он там лежать будет, не сильно бредит. А что касается, вот на наборе тоже некоторые практикуют перед сном для того, чтобы улучшить качество сна. Есть такое? Есть. Ну, надо делить просто, например, с утра, например, 4, и там перед сном 2. Если есть возможность, позволяйте. Действительно, лучше спишь. Ну, спишь, ну, конечно, спишь лучше. Чуть-чуть сахар, чуть-чуть задерет, чуть-чуть тебе. И ты как, как будто ты наеденный. Спишь, лучше. А вот ты спишь. Ну, я голодок вообще за сколько мало. Ну, вот, поэтому такое есть, да. В принципе, и вот этот промежуток твой час-два, час-двенадцать, час ночи, когда у тебя еще свой выкидывается, и ты, например, в 10 вольну, а потом еще свой, это такая продолжительность фазы, такая идет, гормона роста. Утром проснулся, ты такой весь, как будто покачался, трещишь, знаешь, такое, вот такое чувство приходит, когда ты вот на ночь делаешь. Хорошо, это по набору получается поджелудочное. А вот, допустим, по щитовидке, я сколько замечаю, ну, щитовидка практически не угнетается. Смотри, если 4 единицы делаешь, даже каждый день не угнетается. Если начинаешь уже от 8, то, в принципе, уже я бы советовал делать тероксин, Т4. 25 миллиграмм. Т3 у нас уж не продают. А? Т3 у нас не продают. Т3 у нас нет. У нас в Украине давным-давно его нет. Но он более агрессивный такой, да? Ну, я тебе скажу, дело в том, что на гормон роста мы ложим Т4 почему? Потому что он преобразуется в Т3. Вот в смысле точно. Нам нужен именно тероксин. Потому что цитамель нам не нужен в этот период. Цитамель, может, нам нужен, когда мы там готовимся к соревнованиям, чтобы подпалить, опять же, повысить гормоны щитовидной железы и подпалить лишний жир, если ты не успеваешь. А что у нас сейчас по щитовидке? Смотрите, я когда к вам пришел, я еще немного подпевал Т4, потому что я все-таки худел и на гормоне сидел. То когда мы сейчас начали вот этот маслонаборный цикл, я начал плавно его убавлять, 75 мкг, 25 мкг, я сейчас вышел уже на ноль. У меня сейчас, по сути, щитовидка, она как бы замедленная. Я хотел бы спросить у вас, правильно ли я все сделал? Да, сделал правильно. Три недели можешь сделать перерыв. А потом опять, да, по 25 его подхидываю. То есть, по сути, мы щитовидку, когда разгоняем, мы же обменяем. Три недели делаешь, три недели не делаешь, три недели делаешь, три недели делаешь. Даешь ей восстановиться, отхлебаться, даешь отдохнуть. И все. Она же, как бы, если не слишком сильно ее стимулирует, она же рост мышц, по сути, будет ускорять. Не теряется. Если перестимулируем, то мы можем пережечься. Пережечься. То есть, ну да. То есть, тут все, ребят, видите, больше хуже, меньше хуже. Надо попасть, да. Ну, во-первых, анализы, конечно. Я, естественно, скоро сдам еще анализ. Так все, конечно, наобум делать тоже плохо, потому что мы до конца не можем, мы не можем почувствовать работу. Вот как мне ребята говорят, Саня, я вот принимаю там какие-то препараты, вот не чувствую. А что ты должен чувствовать? Ты что, наркотики принимаешь? Ты иди поработаю. Вот когда отработаешь серьезно, ты почувствуешь, что они работают. Ты почувствуешь, как ты быстро восстановишься, почувствуешь, что ты не понимаешь ждать. Когда ты не знаешь этого чувства, то есть, они не понимают ждать. Как, знаешь, некоторый такой опыт людей, которые принимают какие-то препараты веселящие, знаешь. И один, который веселящие препараты принимает год, он знает, что от него ждать. А тот, который первый раз, он стоит, как дурак и ждет, что должно, как в комедиклаб. Я ничего не чувствую. Я ничего не чувствую. Поэтому человек должен понимать, что от этого ждать. Человек, который приходит в зал пахать без фармакологии, Он поймет разницу на фармакологии Буквально через 2-3 недели Скажет, это потрясающе А который не пахал в зале Ему придет на фармакологию делать Уже когда я хочу заниматься Он эту разницу не поймет Он будет думать, что это просто природно Так должно быть всегда Поэтому они его не ценят Потому что человек, который паршет без фармакологии В зале приходит, а потом делает себе курсы Он это оценивает, потому что для него это как праздник Как радость приобретения каких-то там Новых ощущений Силовых, выносливых Это и ценно А так люди начинают, а что там такого Я ничего не понимаю, конечно не понимаю Потому что разницы нет в никакой понятиях А по похудению? Я вообще Максимально всегда добавлял На наборах я редко добавлял на самом деле Гормон роста Только для того, чтобы эфир 1 поднять Я смотрю, он у меня поднят Ну и все, я его отключаю А вот допустим на сушке я его очень часто использую Потому что я прям вижу, как жир на нем горит Он же по сути меняет немножко наш обмен То есть мы начинаем больше использовать жир в качестве энергии Именно на гармонии роста Смотри, ну я Если это в принципе спорт Его использую, что там, что там Только прием Ну его разный Работать максимально На сжигании жира Уже разовая инъекция Она не работает на сжигании жира Он будет кричать Не кричать Она не работает А если Ну я допустим практиковал Как С утра оставлю И допустим делаю периодическое голодание Голодаю полдня И по сути эти 8 часов Когда он разгоняется И спад У меня 8 часов приходится Как раз Вот на этот Половину голода Я нет сторонних вот этих голоданий Видите ли, честно скажу Вы не голодали? Я, ну, слушай Я голодаю Из-за того, что я бывать просто не хочу кушать А вот специально какие-то курсы голодания Там Интервального голодания Я не практикую вообще Потому что я бодибилдинг Если вы занимаетесь То есть я, скажем так Выступаю Выступал с 2001 года по 2013 То есть на протяжении 13 лет 2-3 раза в год То есть у меня там Когда там голодать Когда не голодать У меня была определенная подготовка Ну, набор массы Если хватало 2-3 месяца И подготовка к соревнованиям Без фармакологии После соревнований закончишь Месяц где-то ты Дальше там Отдыхаешь, восстанавливаешься Потом опять Это на протяжении 13 лет А вот какие-то голодания еще устраивать Я не знаю Ну, если кто-то спорит Это для людей Для обычных Которые ведут образ жизни свой Хотя там, не знаю Поправить Для некоторых Для некоторых, наверное, будет полезно Поголодать Разгрузить Даже если вы там много Человек большой Много питаетесь То есть все это, конечно же ЖКТ, он встает И вот эти интервальные голодания Наверное, они полезны Чтобы вывести там Шлак с кишечника Камни Все остальное Чтобы печень отдохнула Разгрузить И все остальное Конечно, это должно работать То есть нормализовать углеводный обмен У большинства людей Тоже из подопечных Всех Практически у всех Инсулинорезистентность То есть это люди Которые Много едят сладкого И не следят за питанием Расстройство пищевого поведения Не просто наедают То есть им просто сказать Тренируйте Вот, понимаете Вы очень много тренируетесь Вы выпахивали по сути Все свои калории Ну, только для этого А люди, большинство Они же не будут так тренироваться Они приходят Поработают 20 минут На дорожке И все Уходят уже запыханно И все И уже не хотят приходить Они разгонят Смотри Самое интересное Что они ходят под часу По дорожке То есть Ребят Давай Аэробику сейчас Затроним Для чего нужна В принципе Для набора То есть Никто не ходит В принципе Ребят Никто не ходит По дорожке Для того Чтобы похудеть Вы должны это понять По дорожке Ходят только для того Чтобы раскрутить Метаболизм Максимально Чтобы в себя Сунуть максимальной еды То, что вы могли Съесть 300 грамм 300-400 грамм Без Акардио, например На кардио Если вы утром Будете на тыщах делать 40 минут И после тренировки 40 минут Вы сможете Засадить в себя 800 И оно усвоится Туда, куда надо Аппетит разумеется Конечно Ты вот Помнишь этот промежуток Время, когда Колман Вот это был 118 килограмм И стал 130 Не помню Ну вот этот 2000 какой там 2001 год 2001 год 2000 Вот когда со 118 Он там Что, 124 вышел Чего? Он добавил кардио Он 2 часа в день Начал ходить И жрать начал В два раза больше Вот он стал Такой здоровый Не то, что он Фармакологию туда Ввалил В два раза больше Нет Он есть Начал нормально И начал усваиваться Что туда заваливаешь Ты начинаешь работать Как машина Больше двигаешься Больше работаешь Больше ешь Притом, что у него Было такое Что он не знал Как выйти на этот уровень И он начал работать Не помню Там с кем Тренером Он сказал Причем Флекс Уиллер Ему своего дал Поговорить И он говорит А ты начни это делать И он говорит Сразу за год Так спрыгнул Что мама не горюй Просто очень Часто люди Избегают Кардио Любой такой Нагрузки Потому что боятся Типа перепалить Сейчас вот это И так не могу наесть Еще и кардио Будут делать Калории Все гонятся за калориями Знаете Все хотят Все думают Что мы от калорий растем А по сути Мы растем От работы И от восстановления То есть Организм Слушай Смотри Вот тяжелая работа Она будет тебя заставлять За сторону Столько съесть Только ему нужно Организму То есть Будешь больше запихивать Будет это все превратиться В живот В жир То есть Каждый человек Должен прислушаться К самому себе То есть Есть определенные азы Например Расход энергии Белка Сколько нужно Углеводов Но это все Опять индивидуально У кого-то больше У кого-то меньше И кардио Это как бы Расширяет Эти границы Немного Так чтобы Больше это все Потреблять И шло туда Куда надо Понимаешь Потому что Больше задействовано У тебя энергетически Ты тратишь больше И организм Хочет на себя Насосать Но это как Компенсация После соревнований Вот ты не ел Не ел Не ел И ты истощение А потом организм Как глупка Начинает на себя Сосать И не в жир идет Она начинает Бухать Мышцы наполняются И все остальное Так и здесь И с кардио Так же само происходит Ты вот этот В сорок минут Походил Жир оттопил Свой Точно Если на тощах Ходишь Это уже как Жировой обмен идет Понимаешь Сахар твой упал Ты пришел Завтрак отсел А не тарелку овсянку Видишь Мыску Глечик Он ее Вот так слегка Съел Потому что Она его Туда упала Она доходит И растворяется Понимаешь Конечно Если ты проснулся Так сидишь И будешь Не заработал Ни ЖКТ Ничего Ничего не работал Конечно Ты себя не забудешь Я просыпаюсь Я не хочу кушать Я до обеда Ничего не кушаю А чем ты занимаешься А я до обеда Просыпаюсь Сажусь До компьютера И сплю Так а что у тебя заработает Если ты Ну Только максимум Что ты прошел До туалета Посрать У тебя же ничего не готово Встань Просто Пройдись Возьми собаку Если есть Возьми ребенка Просто сам Ну По кварталу Полчаса пройдет Ты посмотришь Какой тебе аппетит С каким удовольствием И как твое тело Через полчаса Будет выглядеть После того Как ты походишь И поесть Это две разные вещи Понимаешь Ну в целом Мы гормон роста Я думаю Разобрали Да Сань Давай еще гормон роста Заполим Немножко Гормон роста Как и стероиды В принципе Стероидные препараты Должны подходить Вот есть люди Которые хорошо воспринимаются К андрогенным препаратам Есть канаболическим Вот те Которым Канаболическим препаратам Лучше предрасположены Те Гормон роста Воспринимают Намного лучше Вот им больше Они получают Больше пользы Гормона роста И прирост мышц И внешнего вида И меньше побочных эффектов И все остальное Анаболическое Это Балденон Примабалан Дека И все остальное То что если Воспринимают Они хорошо Вот это Вот я Хуже намного У меня андрогенность Хорошая Я хороший андроген Я могу за себя Заливать Ток андрогенный препарат Я себя никакого дискомфорта Нету Ни ароматизации Не чувствую И мне только Анаболические препараты Нужны для решения Вот этих Связочного аппарата Понимаешь? Только для этого А вот Просто если мне Диод соло Я про хищных Не чувствую Понимаешь? У меня наверное Противоположные Наоборот Бывает Больше анаболические Поэтому Гормон роста Должен подходить А вот что касается Кстати подходить По качеству Хотел поговорить Потому что Сейчас очень много Ну я думаю Практически весь Гормон роста Конечно Идет андроген Потому что Аптечный Гормон роста Во-первых Он по рецепту И во всех странах Саня Что по рецепту У нас Пойди Купим Без рецепта Ну конечно Любой Любой И замахтон И немецкий И какой там И шмайсер И что хочешь И сайзон Ах у ценник Аптека Это аптека А что ты хочешь Аптека всегда лучше Чем андеграунд Ну конечно лучше Во-первых Сама вещь То что ее привезли Как ее привезли Я когда-то С одним человеком Ехал Ну это 2000-е Когда были Знаешь И Как ты возишь Гормон роста А тогда еще возили Прибалтийский Вот этот Который настоящий Гормон роста Понял То есть он там Температуру не держал То есть комнатная температура Два часа он сгорел Его нет Знаешь где его везли Его везли В угле В купе Понял Там где уголь Вот этот Для этой херни Ты представляешь Как там рядом с печками Температура И что туда приезжало Ну вот тебе ответ На вопрос Короче ребят Лучше берите Аптечный Если есть такая возможность Если нету денег На нормальный Гормон роста То не моросьте себе голову То бишь Не моросьте Смотри Если гормон роста Делать только хороший Все Другого варианта нет Ну просто у большинства людей Действительно в их странах Тяжело взять На самом деле аптечный Смотрите Что касается андеграунда Андеграунд Есть тоже Хорошие андеграунды Они тоже делятся Но они зачастую Чаще слабее То есть Чтобы вы понимали Вот примерно Равносильно Что две с половиной единицы Аптечного Это как где-то Пять-шесть единиц Четыре так Да То есть Вы должны понимать Если пишут 10 То в самом деле Деда 7 То есть Вы берете аптеку Ставите 2,5 единички И вы охреневаете Я недавно поставил аптечного Получается Что в районе 4 единиц И у меня СТГ Я вот анализы Сейчас прикреплю Показал В районе 13 СТГ Спустя 3,5 часа То есть Такой пик После такой дозировки Я считаю Это очень хорошо Я его принимал Получается 5 или 7 дней Принимал То есть неделю У меня уже ИФР1 Поднялся Выше референтов Там в районе 300 Ты просто скажи Сколько ты делал Потому что думают Люди скажут А о том что 20 Не я же говорю 4 единицы ставил 4 единицы В течение недели Я ставил То есть Мне ребята Вот эти же прислали Мои сейчас спонсоры Вот этот же гормон Я не буду сейчас Ничего рекламировать Чтобы ничего Сейчас не заказывали Просто скажу Ребят Гормон аптечный Хороший Рабочий Поэтому если нужен Кому-то гормон Вы можете конечно Спросить Где его взять Но ничего Показывать Рекламировать Не буду Потому что Это все таки Запрещено Так что Ребята Так Пока так Ну По гормону Что у нас еще По опухолям Он же Если допустим У человека Есть какая-то Аденома Или гипертрофия Аденома Гипофиза 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 Вообще Надо разбираться Слушай Как вообще понять Хочешь ты Приять Гормон роста Ты не знаешь Есть Сань Смотри Если человек С такими проблемами Уже надо А может не знать Решать Я понимаю Но если ты не знаешь То ты В принципе Тебе все равно Ты знаешь Что у тебя начнется Головные боли Или что у тебя начнется Галлюцинации Если у тебя Гипофиз Опухоль гипофиз Понимаешь Что Что-то увеличиваться Давить Ну давить Ты должен какие-то Поймать признаки Потом пойдешь к врачу Сделаешь ты Анализы Сделай тебе КТ Скажут тебе Ты что дальше будешь Продолжать все это делать Но это же тоже маразм Но опять же Нету таких Я ни разу не считал Каких-то исследований Что гормон роста Провоцировал Раковые заболевания Но он не создает Да Он новые опухоли Не создает Он может простить Я тебе скажу так Меня в 2008 году Поставили рак печени Чтобы ты понимал Две опухоли Одна 7 сантиметров Другая в карту Меня оснашали 11 месяцев Врачи С вами все происходило Слушай Я не могу рассказать тебе Я знаю Я могу кандидатский У меня приходят врачи Спрашивают Что мне делать Поэтому я тебе говорю 11 месяцев Меня оснашали С этими гонками То есть они не могли Даже диагноз поставить Насколько это все То есть я лежал Уже биопсию сдавать На столе И меня спас Вот этот врач Биопсолог Который должен был Биопсию У меня реально спас Он говорит Сейчас начнем дело Сейчас начнется кровотечение Мы сейчас увезем его Все равно на операцию То есть пол печени Отвалим И А потом никто не признается Там рак или няк Тебя посадят на химиотерапию Понимаешь? Потому что сделали уже А за полгода Пол печени Тебя не вывезет От химиотерапии Потому что через полгода Тебя зародят Как собаку Понимаешь? И он говорит Сидит, стоит Говорит Сереж Ты готов 50 на 50 Я говорю А ты как думаешь? Говорит А ты подумай Тебе принимать решение Говорит 50 на 50 Да Я говорю Нет, не надо Развернулся и ушел Потом я через год пришел К нему Он опять пришел Начал делать А потом Единственное Что я не пойму Они стали меньше Но появилось еще 3 Я говорю Такой динамики Я не могу поставить Было 7 и 5 Стало 3 и 5 И 2 И 3 по одному Говорит Я не пойму Говорит Как ты себя чувствуешь? Говорит Чувствуй себя замечательно Говорит Иди И забудь сюда Дорогу в Шалимово Потому что здесь тебя похоронят Понимаешь? Только Ничего Вот какой год сегодня? Нормально После этого 2008 Я еще 5 лет выступал Это уже сколько лет прошло? Почти Ну С 2013 года С 2013 года Последний раз Я выступал В 2013 году А это было в 2008 году И я тебе скажу Я бы не узнал Если бы я не пошел Зашивать грыжу И не сделали мне УЗИ Знаешь? А там сделали УЗИ И сказали О парень Тебе не сюда Знаешь там Вот они потрепали мне нервы Год мне вычеркнули Из жизни Я считаю Если бы мне вот это так порезали У меня бы уже давно жизни не было Уже закопали бы Дом и дом Поэтому ломиться куда-то И я не ломлюсь Я думаю Все мы да По поводу Ормон роста Ну в принципе Там особо почуще Там рассказывать нету То что какое-то применение Нюансы есть какие-то Мы их как-то озвучили Чтоб люди понимали Общую картину Опять же Не делали акцент Что это какой-то волшебный препарат И решить все вопросы Ни один препарат Не волшебный И не решает ни одного вопроса Он вам только помогает Сделать вашу там Цель или мечту Реальностью И он вам как помощник А не золотая палочка Палочка волшебная Которая решает за вас все Можно использовать все Но с умом И для того Чтобы достичь Какую-то определенную цель А не сделать с этого Панацею жизни И сидеть на этом Как наркоман Всю жизнь И думать Что можешь перехитрить кого-то Нет Никто никого не перехитрит Всегда есть палка В двух концах Монета Имеет две стороны Всегда будете Что посеешь Что пожмешь Еще какие-то примеры Приводите Какие-то поговорки Чтобы вы поняли Что за каждый поступок Есть степень ответа Вот и все В следующий раз Думаю разобрать Может быть Деку И Анаполон Такие два препарата Можем разобрать А вы, ребят Задавайте вопросы Те, которые интересны Я максимально интересны Постараюсь выбрать И тоже задать Сергею В таком же формате Будет, я думаю, очень интересно Поэтому я думаю все Всем удачи Всем пока Пока Фух Субтитры сделал DimaTorzok